Против русских не воюем, чему учат в Старообрядческом духовном училище. Литературная газета продолжает публиковать цикл интервью, в которых знакомят читателей с жизнью двух церквей – русской православной и русской православной старообрядческой. На этот раз писатель Владимир Смирнов, он на фотографии, встретился с директором Московского старообрядческого духовного училища, он также на фотографии. Это Анатолий Иванович Шатохин. Сразу скажу, что это мой однофамильец. Человек светский, на нем старинная мужская долгополая одежда, черный кафтан достает до пят. Директора в этом облачении можно принять за духовное лицо. Он угощает меня чаем, рассказывает. У нас всего одно духовное училище, учится в нем два года, но после окончания далеко не каждый становится священником. У старообрядцев по древней традиции молодой человек буквально выпестывается духовным отцом. У нас учатся студенты из Австралии, США, Канады, Германии, Румынии, Молдовы, России, Украины – отовсюду, где есть старообрядцы. Все владеют русским. Наши студенты великолепно говорят по-русски, но и английский знают хорошо. Старообрядцы, где бы ни жили, везде остаются русскими. Давно подмечено, если люди уезжают из страны по материальным соображениям, то второе поколение там, как правило, растворяется. А старообрядцы столетиями живут далеко от России и сохраняют своей традиции, культуру, язык. Старообрядцы и рады бы были не покидать родину, но гонения на протяжении веков многим не оставляли выбора. Однако очень важно понимать, что старообрядцы не озлобились. Приведу пример. В Румынии жил митрополит Иннокентий, старообрядец, бывший епископ Костромской и Нижегородский. Он был в Советской России приговорен к смертной казни. Укрылся в Румынии, возглавил тамошнюю общину. И вот в начале Второй мировой приглашает его правитель Антонеску, а Румыния воевала на стороне Германии. И говорит, благослови старообрядцев воевать против Советской России, митрополит. Никогда старообрядцы против русских не воевали. Антонеску, тебя же там приговорили к расстрелу, благослови. Не благословлю, был ответ. И наперед скажу, что вы эту войну проиграете. Посадили митрополита в тюрьму, но потом все же отпустили. Так же сейчас и на Украине. Старообрядческие священники, а у нас несколько десятков приходов на Украине, не благословляют воевать старообрядцев против русских. Вот как, а в РПЦ произошел раскол, и на Украине делят храмы. Мы видим с огорчением, что происходит. Не испытываем никаких злорадных чувств. Кто вы по образованию? После армии окончил Владимирский педагогический институт, работал учителем русского языка и литературы, директором школы. А вот как открыли духовное училище в 2005 году, работаю тут. Сколько у вас студентов? На очном и заочном отделениях одновременно учатся примерно 50 юношей и девушек. Учатся они вместе. Обучение, питание и проживание бесплатно. Церковь берет на себя все заботы. Как к вам поступают? По направлению. В обязательном порядке требуется благословление духовного отца. Традиция иметь духовного отца сохранилась, как это было при преподобном Сергии Радонежском. Какие предметы изучаются? Русская история. Русский и церковно-славянские языки. Катехизис. История старообрядства. Но главное подготовить уставщиков, то есть людей, которые знают богослужебный устав. Могут вести службы. Устав и знаменное пение. Византийская нотная грамота. Вот два предмета, которым уделяется главное внимание. Знаменное пение было отвергнуто в 17 веке и только благодаря старообрядцам дошло до нашего времени. Кроме этого, учим студентов лить свечи из натурального воска именно по-старому, когда свеча от самого начала выгорает до конца и не остается ничего. У нас есть мастерская по пошиву старой одежды. Учим переплету книг, колокольному звону, иконописи и реставрации икон. Знания самые разнообразные, разносторонние. Про старообрядцев много разного говорят. Но это люди, которые сохраняют самые лучшие традиции. Старообрядец воздерживается от спиртного, не курит, не ругается матом, не ворует. Это, как правило, духовные, физически здоровые люди. Свои традиции мы не придумали. Мы просто сохраняем то, что раньше было на Руси. Кому интересно, я дам ссылку на сайт этого духовного училища в Москве и ссылку на эту статью. Все будет в описании под этим видео. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ Юрий Шатохин. До свидания.